Игра оленя Выполняя игру оленя, ладони принимают форму рогов. Большой палец вытянутый от топырин, указательный палец и мизинец вытянутый. Средний и безымянный пальцы согнутый. Вы должны постараться передать свободную и легкую манеру, с которой бегает олень. Игра оленя состоит из двух упражнений. Столкновение рогами и бегущий олень. Первое упражнение – столкновение рогами. В этом упражнении важно соблюдать координацию между движениями рук, ног и корпуса. Движение рук. Наклоните обе руки вправо, ладони в форме пустых кулаков. Когда ладони поднимаются до уровня плеч, сформируйте рога оленя. Разверните туловище влево и переместите вытянутые руки влево и назад. Движение ног. Слегка согните колени. Перенесите весь тело влево. Сделайте правой ногой шаг вперед-вправо. Сзади стоящая нога выпрямляется в колени. Разверните корпус влево и верните правую ногу назад, чтобы встать в исходное положение. Взгляд направлен вниз. Типичная ошибка – при шаге вперед стопы направлены прямо, а не в сторону. Вторая ошибка – недостаточный поворот туловища. При повороте туловища вы должны увидеть правую пятку. При шаге вперед стопа должна опускаться под углом 90 градусов, а при развороте туловища необходимо слегка наклонить корпус. При этом локоть левой руки упирается в талию, а правая рука вытянута назад. Для того, чтобы увеличить амплитуду разворота корпуса, задняя поверхность туловища должна быть полностью растянута. Сделайте шаг левой ногой вперед и в сторону. Пятка касается пола. Поднимите руки по дуге вверх и влево, разверните туловище и посмотрите назад на пятку правой ноги. Затем верните руки и ногу в исходное положение. Это упражнение укрепляет мышцы поясничной области почки, увеличивает диапазон движений корпуса. Упражнение второе – бегущий олень. Сделайте шаг вперед левой ногой. Перенесите на нее весь тело. Одновременно ладонями сформируйте пустые кулаки. По дуге выпрямите руки. Живот при этом напряжен, спина выгнута. Верните левую ногу назад и сделайте шаг вперед правой. Среди всех упражнений комплекса это единственное со сменой ног. Перед тем, как согнуть кисти, сформируйте пустые кулаки. Переносая весь тело назад, сформируйте ладонями рога оленя, развернув и вытянув руки. Голова наклонена вперед. Поясница выпечена наружу. Живот и бедра напряжены. Наконец, перенесите весь тело вперед и верните впереди стоящую ногу назад, чтобы встать в исходное положение. Тыльная сторона ладони при этом направлена друг на друга. Грудь напряжена. Плечи и спина выгнуты наподобие лука. Перемена левосторонней позиции на правостороннюю производится путем возвращения левой ноги назад. При этом поверхность стопы полностью касается поверхности. Затем производится шаг вперед правой ногой. Весь тело переносится назад и сразу вперед. При выполнении этого упражнения плечевые суставы вращаются медиально, для того, чтобы растянуть мышцы спины и улучшить подвижность позвоночника. Субтитры создавал DimaTorzok Для упражнения возвращения в исходное положение необходимо выровнять дыхание.